здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья адвокаты заявили что из фигуранта дела фургала выбивали показания на экс-губернатора фигуранта дела экс-губернатора хабаровского края андрея карепова могли бить чтобы получить показания на сергея фургала об этом 14 августа пишет медуза со ссылкой на заявление защиты карепова физически воздействовали на этого человека люди в масках идентифицировать карепова их не было возможности делали они это не в следственном комитете а в изоляторе и по пути следования в следственный комитет цитирует издание документ вовсин якобы утверждают что к ним он поступил уже со следами на теле из следственного комитета карепова доставили вне из клефосовского там у него зафиксировали но синие черные пятна на виске и плече андрей карепов является одним из четырех фигурантов дела об ликвидации предпринимателей которые поверьте следствие организовал фургал в 2004 2005 годах он был арестован еще в ноябре 2019 года вот такая вот друзья информация как мне кажется вот это тот факт того что она но не знаю как назвать людей ну давайте назовем так подельников хотя я не считаю что они подельники подельники это когда действительно что-то там происходит такой вот ну ладно в данной ситуации пусть будет подельник подельники фургала когда на них проявляют вот такое всяческое физическое воздействие то есть получается на этого человека проявили физическое воздействие всячески пытались выбить выбить из него вот эти вот показания на фургала также еще один человек мистерюков по моему его фамилию он находится он находится сейчас в сизо у него диагностировали рак и как предполагает защита фургала как предполагают ну то есть очень много людей а ему просто очень много времени давали обезболивающие как мы знаем у него рак рак не человеку которому не дают обезболивающие об этом заявлял кстати друзья и сам жириновский что вот эти вот показания которые мистерюков дал в отношении фургал обвинительные такие показания то есть он рассказал что да действительно фургал участвовал всех этих делах тот же самый жириновский он заявляет что просто добивались всяческими методами то есть не давали спать там еще раз воздействие психологическое было потом когда у него диагностировали рак просто ему не стали давать обезболивающие таблетки и человек но вы понимаете что когда у тебя очень страшно там боли какие-то происходят вот он скажет все что угодно и это заявлял лично жириновский я читал это не в одном издании также лично видел видео где он заявляет вот и сейчас мы смотрим второй факт еще на одного человека который может сказать что-то против или за фургала вот такие физические воздействия как мне кажется тут все шито белыми белыми нитками и просто просто нужно доказать эти факты доказать эти факты кто проводил вот идет физические воздействия на вот этого человека кто не давал таблетки тому человеку ниточка потянется то есть людям которые заинтересованы заинтересованных том чтобы сергей фургал сел всерьез и надолго как мне кажется как мне кажется тут можно разбирать все это дело и защищать с разных сторон но вот это дело мне кажется она тоже довольно таки перспективное и правильно сделали что зафиксировали вот эти вот все темно-синие темно-черно-синие пятна документально все это сделали потому что если в первом случае это просто слова какие-то жириновская жириновского они совершенно ничем не доказаны как бы скажем так то в данной ситуации это уже бумажки а бумажки как мы знаем их как раз таки делаю пришивают вот и в данной ситуации я думаю тут возможно возможно людям которые занимаются защитой фургала нужно заняться не только защитой фургала а помочь в разбирательстве разбирательстве вот этого дела потому что вот эти вот два дела неестественно между собой взаимосвязаны естественно взаимосвязаны если получится разобраться вот в этом вот деле то есть выяснить кто кто все-таки вот эти вот физически физически пытался воздействовать на человека и выбить из него показания то проще будет защитить фургала то мы тогда найдем человека которому будет который будет заинтересован в том чтобы фургала обвинили найдем вот этих людей которые скажем так охаживали его дубинками ногами и руками вот эти люди расскажут про того человека который их заставил там или не знаю там уговорил это сделать этого человека человек расскажет про следующее и так мы доведем и так мы дойдем до главного фигуранта этого дела ну как мне кажется как мне кажется мы все предполагаем друзья откуда в данной ситуации растут ноги вот на этом друзья у меня сегодня все всем кому понравилось видео ставьте классы подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч